Наша скорбь по поводу убитых и раненых в ходе удара по Белгороду, нанесенному Бандеровской Украиной, не имеет никакого отношения к тому, что называется формальным выражением чувств, дежурными, соболезнованиями и так далее. Наша скорбь носит очень глубокий искренний характер. Сразу по двум причинам. Во-первых, потому что это всегда должно быть так. А во-вторых, потому что сегодня мы яснее, отчетливее, острее, чем ранее, понимаем смысл фразы Джона Дона, взятой в качестве эпиграфа американским писателем Хемингуэем, написавшим роман «По ком звонит колокол». Джон Дон сказал, никогда не спрашивай, «По ком звонит колокол, он звонит по тебе». И сейчас, когда я это говорю, чувство этого «по тебе» носит и общий человеческий экзистенциальный характер. И характер вполне конкретный, ибо никто не знает, по кому еще будут нанесены удары Бандеровской Украине. Это не помешает встретить Новый год. Его встречали наши предки зимой 41-го, когда трагичность ситуации была еще выше. Я не считаю, что эта трагедия немедленно породит новую, должную, сдержанную интонацию встречи Нового года сразу у всех граждан России. У кого-то трагедия породит еще большую сдержанность в этом праздновании, а у кого-то нет. И понятно, почему. Я много раз говорил и повторю опять, что общество на протяжении десятилетий воспитывали в определенном духе очень далеком от сдержанности, от ощущения сопричастности к чужому горю. Более того, говорилось, что такая сдержанность, такая сопричатность – это реликта и некого неправильного совка, а нужно поступать иначе. И когда это говорится десятилетиями, и когда это наглядно демонстрируется, то, конечно, часть общества внимает говоримому столь настойчиво и столь страстно. И начинает праздновать все иначе – в стиле разгула, когда гуляют по-разному верхи и низы, но гуляют. Ибо кто-то этой гульбой пытается погасить внутреннее отчаяние, а кто-то действует по принципу «кому война, а кому мать родна». Итак, я совершенно не верю в то, что сразу все откликнутся должным образом на трагедию Белгорода. Но я верю в то, что тех, кто откликнется с каждым новым ударом бандеровцев по нашей стране, будет становиться все больше и больше. И что именно то, как быстро произойдет отказ от внушенных за предыдущие десятилетия норм человеческого поведения, очень близких к тем, которые великий Гомаров в «Одиссее» описал в виде поведения спутников «Одиссея», которым волшебница Церцея предложила некое зелье, и они превратились в человекоподобных свиней. Чем быстрее от этого типа поведения мы перейдем к террористической суровости и суровому спокойному выстаиванию перед лицом огромных грядущих бед, тем больше шансов, что страна выстоит, выстояв, провожат новую дорогу не только себе самой, но и человечеству. Я прекрасно понимаю также, какие преграды стоят на этом пути. Идея того, что часть населения, не воюющая на Украине, имеет право вести себя так, как будто бы эта война этой части населения не касается, была очень дорого сердцу нашей элиты. Она считалась правильной, политтехнологичной, социально эффективной и так далее. По принципу «не буди лихо». Эта идея могла какое-то время считаться правильной и оптимальной, но было понятно, что ненадолго хватит этого принципа взаимодействия между войной и миром, между теми, кто владеет на Украине, и теми, кто руководствуется рекомендациями жить по-прежнему, как до войны. Это невозможно. Сколько не рекомендую, сколько усилий не предпринимаю, чтобы это было так, это просто невозможно. Как по причине того, что масштаб войны и потери в этой войне очень велик, а задевают эти потери не только ближайших родственников, но и довольно широкие круги. И речь идет уже даже не о миллионах, а, возможно, о десятках миллионов людей, так или иначе, задетых в происходящем на Украине. Так и потому, что враг сделает все возможное, чтобы стереть разницу между войной и миром, между территорией России, обитателем которой говорят о том, что они могут жить по-прежнему и воюющими нашими героями на Украине. И смогут обитатели России жить по-прежнему, даже если захотят, им не дадут. При этом враг делает ставку на то, что как только он посеет разочарование в возможности для большинства населения России жить так, как будто бы войны нет, политическая стабильность рухнет, русские сдадутся, и восторжествует бандеровское дело, дело того врага человечества, который стоит за спиной бандеровцев. Я твердо верю, что этого не будет. Но тут очень многое зависит от того, как скоро наша элита сердцем и умом воспримет слова одного из героев Достоевского. Мы с вами два существа беспредельности. Мы встретились для того, чтобы посмотреть друг другу в глаза. Бросьте ваш тон, возьмите человеческий. Вот эта рекомендация бросить свой дежурный, оптимистический, помпезный тон и взять человеческий, как никогда сейчас актуально для нашей элиты. Потому что на самом деле, вот если одна моя рука – это те, кто воюет на Украине, а другая – это те, кто не находится на территории войны, то между этими двумя частями все равно будут отношения. Вот я их показываю пальцем. Они будут. Либо их правильным образом, на правильном человеческом языке будет выстраивать власть, либо они будут выстраиваться иначе, не властью, а с одной стороны, просто стихийно. И это будет все больше и большая конфронтация. А с другой стороны, этому сразу же будут подыгрывать все информационные ресурсы наших врагов, а они очень велики. Они включают в себя не только, собственно, западные возможности, а немного что в себя включают. И вообще мы должны делать выводы из того, что живем в информационном обществе, что это не Великая Отечественная война, когда существовали радиоприемники и громкоговорители, и это даже не Афганистан. Это соцсети, многое другое. Поэтому все будет распространяться, усугубляться, соответствующим образом подчиняться интересам тех, кто захочет строить эти отношения помимо власти. И мы хотели, чтобы власть вдумалась в это и поняла, что у нее нет альтернативы по строению отношений. И что эти отношения не могут сводиться к тому, что мы сами по себе, а вы сами по себе. Что этот мост необходим. Этому препятствует очень многое. Сама концепция того, что мы построили замечательную страну, но настолько лучшую, чем та, которая была при советской власти, что даже сравнивать невозможно. И концепция самой этой спецоперации обычно спецоперациями называют нечто, происходящее далеко от твоей территории. В Сирии, в Афганистане. Когда твоя территория задета, то уже как-то странно говорить о спецоперации. Но хочется. Как и об ограниченном контингенте и так далее. А главное, что за этим стоят интересы тех, кто не хочет, чтобы это все менялось. Потому что любые изменения приводят к тому, что баланс интересов меняется. А власть пока что очень сильно ориентирована на то, чтобы сохранить баланс интересов, убрав только совсем уже такое нечто радикальное, экстатическое, оставив все остальное. Нам все это придется менять. Потому что уже нанесенные удары говорят о многом. И ведь не только в Белгороде произошла трагедия. Перед этим она произошла в Феодусии. И много где еще. Произошедшее говорит о том, что страна, в которой многое оказалось построено далеко не худшим образом. Ибо в результате того, как это было построено, смогли удержать высокие цены на нефть. Смогли, тем не менее, не обрушить финансовую систему. Смогли обеспечить снабжение населения хоть далеко не оптимальным образом, потому что Росцен весьма и весьма впечатляет. Но все-таки не ввергли его в ситуацию пустых прилавков, которые действительно и деморализуют, и угнетают, и так далее. Наши герои воюют. И даже если это происходит не так эффективно, как нам бы хотелось, оно происходит тем не менее более чем эффективно на фоне той страны, которую построили, которая, вообще-то говоря, воевать бы и не могла таким образом, ибо сказано было, что она построена для вхождения в мировое сообщество, для того, чтобы жить, как все, типа как в Дании или где-нибудь еще. Есть определенные, безусловные завоевания в том, что сделано, а есть и главный аргумент, что что сделано, то сделано, и воевать-то сейчас придется на основе того, что сделано. Так-то оно так, но если сделанное не подвергнуть настойчивой, стратегической, тактичной и умной коррекцией, то через пару лет ситуация будет еще намного хуже, чем сейчас. Итоги года состоят в том, что, с одной стороны, идиотские упования бандеровской власти и ее спонсоров на то, что сейчас все будет как под Харьковом, они, конечно, провалились фантастически. а где-то имеют место атакующие действия наших героических войск. Но, с другой стороны, все упования на то, что как-то удастся замириться, а наша прозападная элита, оставшаяся в обойме и как бы чуть-чуть сменившая свою риторику, мечтает только об этом. Так вот, все надежды на это пустые, потому что никто замиряться не будет. Статьи различных западных масс-медиа о том, что надо бы это делать, это просто ничто, это шум. Даже если он отражает какое-то желание обмануть нас или извлечь для себя какие-то частные выгоды, а может быть наварить какие-то бабки, это никакого отношения не имеет к позиции занимаемой хозяевами, подлинными хозяевами жизни. А эти хозяева никогда не смирятся с тем, что Россия требует по сути изменения зафиксированных результатов своего поражения в холодной войне. Речь идет об этом. Холодная война и победа в ней врага человечества является для этого врага его главным капиталом, он не может от него отказаться, а отказ от этого породит такой праздник непослушания, при котором этот враг покатится под откос. А он это понимает и делать этого не будет. Он еще не настолько рехнулся, деградировал и прочее. Он существенно сошел с ума, он существенно деградировал, но не настолько. А значит, поверьте, во-первых, деньги для Украины найдутся. Не сразу, но найдутся. Во-вторых, никто разочаровываться по поводу того, что украинцы там не осуществили свой контрнаступ не будет особенно. То есть, конечно, огорчаться по поводу того, что москалей так быстро не удалось добить, но и только. В-третьих, поняв, что москалей огрызаются, враги только усилят поставки на Украину. И в-четвертых, еще не вечер, украинский котел не единственный, который будет разыгрываться в ближайшие десятилетия. Никто нам мира в той глобальной ситуации, которая складывается у нас на глазах, не может подарить. Мир катится во множественные конфликты, котлов будет все больше и больше, и к этому тоже надо предуготовиться. На практике это означает, что ничего не стоит поставить Украине какие угодно ракеты, имеющиеся на вооружении западной армии, не ядерные, никто сейчас к ядерному конфликту переходить не хочет, но тяжелые ракеты, способные сначала вносить удары на 500 километров в глубину, а потом способные вносить удары на 2-3 тысячи километров и больше, будут поставлены, если не сразу, то достаточно быстро, и они будут использованы. Этот колокол Белгородский действительно звонит по всем. Единственное, что здесь может сильно изменить ситуацию, это наше просыпание, потому что, во-первых, мы должны четко понять, что идет война, и вести на ней себя можно только как на войне, и, во-вторых, мы должны проснуться настолько, чтобы заткнуть дыры в своей противовоздушной обороне. Что страна, которая была построена за десятки лет с тем, чтобы мирно жить с Западом, сделать в одночасье не может, но это надо делать быстро. Значит, с одной стороны, не скапливайте столько людей в праздничном триумфе, фактически достаточно близко от фронтовой зоны, да и вообще, и, во-вторых, переводите окончательно экономику и всю жизнь на военные рельсы. Общество уже привыкло к названию СВО, и уже никак к нему не относится, понимает, что это большая война. Но лучше бы войну называть войною, потому что тогда легче из этого сделать очень многие выводы, в том числе и по части мер безопасности, принимаемых нами на своей территории. Наша армия оказалась такой, какой ее делали 30 лет. Или, скажу по-другому, она оказалась в какой-то мере лучше, чем это можно было себе предположить. Но она категорически недостаточно для того, чтобы в новой мировой геополитической ситуации, которая разворачивается всерьез и надолго, нас зауважали, а уважать нас будут только, если будут бояться. И это не вопрос ядерного оружия, которое является очень важной компонентой нашей безопасности, но отнюдь не единственной. Мы должны показать, что вернулась русская настоящая судьбоносная жизнь, что внутри этой жизни будет обеспечена политическая стабильность и совершенно новый военный потенциал и потенциал безопасности в целом. И что это приведет к определенным изменениям в обществе. Не сразу, но со временем наш враг главный, который стоит за спиной Бадыровской власти, начнет изымать русские деньги за рубежом. Их, я думаю, что-нибудь миллиардов и семьсот. Он будет это делать, потому что население, опризная, выбираться надо, свернуть поддержку Украине нельзя, а все время говорить населению, что оно будет меньше есть, потому что что-то будут есть украинцы, невозможно. Это не то население. Поэтому есть страх перед тем, что рухнет финансовая система, будут какие-то слишком крупные сдержки, если все эти русские деньги отобрать. Есть этот страх. Но был страх и другой. Был страх вставлять такие ракеты, которые сейчас уже не стесняясь пользуются. Был страх перед танками, перед чем-то. Все эти страхи уйдут, когда станет понятно, что мы побеждаем и что отвечать надо по полной. И будут отвечать. Мы в преддверии 2024 года. Оружие совсем не то, которое было во время Великой Отечественной войны, когда наша территория испытывала на себе все, что связано с бедствиями, неминуемыми в большой войне. Это не бомбардировщики, которых можно защищаться зенитками для обеспечения безопасности граждан. Это совсем другая ситуация. Вдаром могут относиться совсем иначе. И только если мы в исторически кратчайшее время восстановим такую обороноспособность, при которой эти удары будут парализованы, есть шанс выставить и победить. Победить можно. Враг не пойдет в его сегодняшнем виде на ядерную войну. Если только мы действительно очень сильно нарастим свой оборонный потенциал за счет всего, чего угодно, враг отъедет, отступит, начнет с ненавистью действительно предлагать какие-то компромиссные меры. А нам для того, чтобы начать, надо просто откликнуться на то, что делает враг. Его экспроприировать совсем нетрудно, если он начнет экспроприировать нас. Для этого тоже надо изменить всю интонацию существующей жизни. Нужно, чтобы наша элита перестала надеяться на то, что вот-вот все вернется на круги своя. Никогда уже ничто не вернется на круги своя. Не будет этого. Все. Мы в новой реальности. И тем, кому это не нравится, надо мягко, спокойно искать себе более комфортные места для проживания, хотя сомневаюсь, что они будут в 30-е годы 21 века. Даже если Америка будет ослабевать, и многополярный мир, по которому так говорят много хорошего, начнет набирать сил, уверяю вас, многополярный мир имеет свои горькие стороны. Он отнюдь не сахарный, хотя ничего хуже глобалистской мерзости, которую предложили американцы, быть не может. Но это не значит, что чудовищный горечь американской однополярности сменится сладостью многополярности. Не будет этого. Зачем нам на это все надеяться? Мы выстоим. Мы выстоим, и в ответ на то, как именно нас атакуют, мы станем лучше. Мы не начнем кидаться из крайности в крайность. Мы сохраним разум, устойчивость. Мы будем настойчивы, терпеливы, корректны и талантливы. Потому что нас к этому побуждают не только собственные интересы живущих, нас к этому побуждают родные для нас могилы, и нас к этому побуждает наша ответственность за будущее поколение из-за судьбы всего человечества. Но встретим Новый год. Мы не окажемся низвергнуты панику, депрессию или какие-то истерические конвульсии. Враг зря рассчитывать на это. Горько от всего произошедшего. Очень горько и больно. Но горько и больно было и от Норд-Уста, и от Беслана, и от взрывов самолетов. И все это было нам неспослано в ходе конфликта с очень небольшой частью нашей страны, которая потом вдобавок резко сменила свою ориентацию. Теперь мы имеем дело с большой страной, полностью оседланной бандеровцами. Не надо иллюзий. они запугали всех, кто не разделяет их поганого антимоскальского энтузиазма, а тех, кто разделяет, становится с каждым годом больше. Мы имеем дело с такой страной и всем Западом. Мы находимся в эгостенциальной ситуации, и мы видим, что нагревается не только Украина, израильско-палестинский конфликт на многое тянет. Закавказье очень неблагополучно. Неблагополучие будет распространяться на Центральную Азию и Дальний Восток. Мир будет меняться только в худшую сторону, западный. Мы еще увидим с вами полную отмену Ялтинско-Подзадамских соглашений, новые и очень знакомые нам ядерные хищники войдут в НАТО и станут его частью. И это будут все те же страны, которые когда-то назывались гитлеровской коалицией. Это будет сама Германия, Япония, а возможно и не только. Мы увидим что-нибудь еще более причудливое. Соединенные Штаты будут только темнеть, они будут впадать в упадок и одновременно впадать в изверения, и это тоже сулит многое. Ну и что? Мы достойные наследники тех героев, которые выстрели, изменили мир в Великой Отечественной войне. Нас пытались сделать другими, но как мы видим до конца свою подлую работу наши враги не доделали. Мы будем выстаивать, мы будем меняться, и мы никогда не позволим, чтобы эти наши изменения и наши выстаивания лишили нас, наших детей, всего населения нашей страны, светлого счастья, любви и человеческого восхождения. мы вернем это на всю территорию, мы изменим себя и мир, и мы начнем это делать с самым началом 2024-го, еще более сурового, чем 2023-й год, и года, который принесет нам и новые вызовы, и новое самопонимание, которое сейчас важнее всего, потому что если бы не состоялось то, что состоялось, то к 30-му году на месте России был бы просто сплошной пепел самоизменный, а сейчас процессы идут сложно, но по-другому, и в этом есть наше горькое счастье. Я подумал бокал за это счастье, и вся глубина моих переживаний по поводу произошедшего в Белгороде вообще, а с детьми в особенности, не отменит этого права на настоящий светлый взгляд в очень неблагополучное будущее, частью которого является наступающий год. С Новым Годом, товарищи! С новым! Очень новым! И очень другим счастьем! 43-й год, зима, где-то отдых недалече, тянет плечи автомат, и усталость тянет плечи. Сколько пройдено дорог под смертельный виск осколков, как я вынести это мог? И откуда силы столько падали? Чего скрывать? Было так, что впору плакать. Поднимались, шли опять, стиснув зубы, шли на запад. Тяжела туда верста, это каждый русский знает. Чёртов запад, не спроста, ясный день там умирает. «Эх, вы ленты золотые якоря, на ветру волнуются не зря, рутся вперёд, торопятся в бой, распрощаться надо нам с тобой. Ну, прощай, не горюй, не надо, и слёз не лей на холоду. Веселей, улыбнись ты, моя радость, кончим войну, приду. Жги мороз, по-русски землю разукрась, немцу смерть, а нам с тобой как раз. Век бы стоял с собой в ворот, никакой морозец не берёт. Ну, прощай, не горюй, не надо, и слёз не лей на холоду. Веселей, улыбнись ты, моя радость, кончим войну, приду. Зазвини, звини подружным бубенцом, загляни, поласкови в лицо, бег бы с тобой вот здесь простоял. Да нельзя, хорошая моя, ну, прощай, не горюй, не надо, и слёз не лей на холоду. Веселей, ты её не сломишь, вот от того-то каждый звук зимою ты так жадно ловишь. Шуршание ветра от стволы, шуршание крыш под облаками, потом, как сгнившие полы, скрипящий снег под башмаками, а после скрип и стук лопат, и тусклый дым, и гул рассвета, но даже тихий снегопад, откуда он не даст ответа. И ты, входя в свой тёплый дом, сбежав к себе, скажи нам милость, не думал ты хоть раз о том, что где-то здесь она таилась, в пролёте лестничном, в стене, меж кирпичей, внизу, под складом, а может быть в реке, на дне, куда нельзя проникнуть взглядом, быть может там, в ночных дворах, на чердаках и в пыльных люстрах, в забитых досками дверях, в сырых подвалах, в наших чувствах, в кладовках тех, где свален хлам, но видно ей там тесно было, она росла по всем углам и всё заполонила, должно быть это просто вздор, скопление дум и слов неясных, она пришла должно быть с гор, спустилась к нам с вершин прекрасных, там вечный лёд, там вечный снег, там вечный ветер скалы гложет, туда не всходит человек и сам орёл взлететь не может, должно быть так, не всё ли равно, когда поднять ты должен ворот, но разве это не одно, в пролёте тень и вечный холод, между ними есть союз и связь, и сходство, пусть совсем немое, сойдясь вдвоём, соединясь, им очень просто стать зимою, дела не знавшие родства и облака в небесной синей, предметы все и вещества и чувства разные по силе, стихии жара и воды, увлёкшись внутренней игрою, дают со временем плоды совсем нежданные порою, бывает лёд сильней огня, зима порой длиннее лета, бывает ночь длиннее дня и тьма вдвойне сильнее света, бывает сад громаден густ, а вот плодов совсем не снимешь, так берегись холодных чувств, не то смотри застынешь, и люди все и все дома, где есть тепло покуда произнесут пришла зима, но не поймут откуда. Вдоль по улице метелица метет, за метелицей мой миленький идет, ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться радость на тебя, на твою и на приятную красоту, на твою ли да на белое лицо, ах, ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться радость на тебя, красота твоя с ума меня свела и сушила добра молотца меня, ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться, радость на тебя. Сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальные поляны льет печально свет она, по дороге зимней скучной тройка борзая бежит, колокольчик однозвучный и утомительно гремит, что-то слышится родное в долгих песнях ямщика, то разгулье удалое, то сердечная тоска, ни огня, ни черной хаты, глуши снег навстречу мне только версты полосатые попадаются одни. скучно грустно завтра Нина завтра к милой возвратясь я забудусь у камина загляжусь не наглядясь звучно стрелка часовая мерный круг свой совершит и до кучных удаляя полночь нас не разлучит. Грустно Нина путь мой скушен дремля смолкнул мой ямщик колокольчик однозвучен отуманен лунный лик Все в крести как двери как варфоломееву ночь распоряжение пурги заговорщицы заваливая окна и рамы заклеивая там детство рождественской елью топорщица бушует бульваров безлиственных заговор они поклялись извести человечество на сборное место город за город и в юга дымится как факел над нечистью пушинки не прошено валятся на руки мне страшно безлюдье порожи разнозданы снежинки слоют как ручные фонарики вы узнаны ветки прохожий зима зима заняв зима подчинь подчинется слепо не знает власть ее окрест ни мер ни границы ручьи под ледяной орест поля под снег темницы бушуют буря в небесах Потери – не события. И стонет бедный зверь в лесах И мается в укрытии. В горах метель и ветры злые. Пастух, вздыхая тяжко, ушел, Не снявши со скалы отставшего барашка. Овечкам голодно. Ей-ей, а что им есть далече? И тем ужаснее барей, Чем громче плач овечий. А за экватором? Жарынь! Мы это знаем точно. Но всяк прикинь, мозгой раскинь, Ведь там живут непрочно. Природа не тревожит нас И громом нас не глушит. Землетрясения всякий час, Наш мирный дом не рушит. Пускай бывает недород, Не всякий год мы с хлебом. Мы здоровей, чем их народ Под милостивым небом. На нашем скудном рубеже нам холодно веками, Но не бывает в мятеже здесь почва под ногами. Эх, даже солнышку не в мочь светит зимой, как летом, И все длинней зимой ночь. Но нету худро в этом. Спокойно не дни весны, И нет ни тучки ныне. Ручьи заверзли до весны, До будущей теплыни. Поля затянуты недвижной пеленой, Пушисто-белыми снегами, Как будто навсегда простился мир с весной, С ее цветками и листками. А кован звонкий ключ, Он у зимы в плену, Одна метель поет, рыдая. Но солнце любит круг, Оно хранит весну, Опять вернется молодая. Она пока пошла бродить в чужих краях, Чтоб мир изведал сновиденье, Чтоб видел он, Что он лежит в снегах И в югу слушает, Как в пенье. Разбросала Косы русые береза Раскраснелись Щеки сильного мороза Дым над крышей Тонкой ниточкой струится, Значит, будут звезды плиться, Темноте январской ночи. По старинке Ноги в валенке Обулю и по снегу, Как по звездам ночью Иду я в дом, где ветер Тихо хлопает калиткой По дорожке лунной сыпкой Я приду к друзьям старинным Меня встретят И за стол посадят с миром Вместе вспомним Все, что быть могло и было Будут песни Те, что там, любимый нами Мы затянем их с друзьями И польются песен звуки Разбросала Косы русые береза Раскраснелись Щеки сильного мороза Долго будет Этот вечер Вспоминаться Но пора нам собираться Будь далекий край родимый Я под Москвою Эту зиму Но в стужу снег И буревал Всегда, когда необходимо По делу в городе бывал Я выходил в такое время Когда на улице низги И рассыпал лесною темью Свои скрипучие шаги Навстречу мне на переезде Вставали ветлы пустыря Над мирно выселись созвездия В холодной яме января Обыкновенно у задворок Меня старался перегнать Почтовый или номер сорок А я шел на шесть двадцать пять Вдруг света Хитрые морщины Сбирались щупальцами в круг Прожектор несся всей махиной На оглушенный виадук В горячей духоте вагона И я отдавался целиком Порыву слабости врожденной И всосанному с молоком Сквозь прошлого перипетии И годы войн И нищеты Я молча узнавал России Неповторимые черты Превозмогая обожанье Я наблюдал боготворя Здесь были бабы Слабожане Учащиеся слесаря В них не было следов холопства Которое кладет нужда И новости, и неудобства Они несли, как господа Рассевшись кучей, как в повозке Во всем разнообразье пост Читали дети и подростки Как заведенные в засос Москва встречала нас во мраке Переходившим в серебро И, покидая свет двоякий Мы выходили из метро Потомство тискалось к перилам И обдавало на ходу Черемуховым свежим мылом И пряниками на меду Лесом, перелесочком Бьется путь дороженька Ой, да проходил, проходил наш Гвардейский полк Ой, там на конях, на степных Добрый молодцы Ой, да проходил, проходил наш Гвардейский полк Ой, там на конях, на степных Добрый молодцы То не туча черная Нам навстречу движется Ой, да лютый враг Словно волк рыщет по лесу Ой, да топчет он все цветы Зеленую траву Ой, да лютый враг Словно волк рыщет по лесу Ой, да топчет он все цветы Зеленую траву Мчитесь кони быстрые Взвейтесь сабли острые И рубите сплечь нас Как уражьи головы Пусть засыплет их Не цветы пыль дорожная И рубите сплечь нас Как уражьи головы Пусть засыплет их Не цветы пыль дорожная На дубровой темною Солнце поднимается Ой, да мы от лютой беды Вражьей нечисти Ой, да стоим Отстоим землю русскую Ой, да мы от лютой беды Вражьей нечисти Ой, да стоим Отстоим землю русскую